Итак, после еды вам хочется вздремнуть. Или же вас одолевает вялость во второй половине дня. И вы хотите понять, что делать, потому что это мешает вашей работе. Об этом сегодня и поговорим. Во многих странах есть сиеста. Там ложатся вздремнуть после еды. Так делают в Мексике, на Филиппинах, в Испании, в Италии и даже в некоторых частях Франции. Раньше меня очень сильно клонило в сон после еды. Я постоянно был уставшим и не знал почему. Я думал, что мне нужно больше кофеина. Но это не работало, и по ночам я не мог уснуть. У меня вообще была постоянная усталость. По утрам мне было тяжело просыпаться. Я просыпался только к 11. И после обеда мне надо было вздремнуть. Это очень бесило. Медицинское название этого явления — постпрандиальная сонливость. Пост значит «после». Прондиальный значит «связанный с приёмом пищи». А сонливость — это вялость и желание поспать. Вялость и сонливость после еды. У этого много причин. Я перечислю все. Есть гипотезы. Некоторые, возможно, верны, возможно, нет. Я просто дам вам всю информацию, чтобы вы могли понять, как избавиться от чувства усталости после еды. Недавно я ездил во Францию и Италию посмотреть разные фермы и провести кое-какие исследования почвы. Я посмотрел их почвы, их методы земледелия, и был приятно удивлён. Я имел возможность увидеть, что в обеих этих странах едят на завтрак и на обед. И там люди едят очень полезные вещи. Более того, качество продуктов там гораздо выше, чем у нас в Америке. Но, конечно, там есть и такие вещи, которые всё только портят. Я имею в виду весь этот сахар, сладости, пасту, пиццу, бадеты, круассаны, хлеб, вино и так далее, и так далее. Что же происходит во время обеда, если в него входят углеводы? Особенно при высокоуглеводной диете. Причём тоже справедливо, если есть много белков вместе со множеством углеводов. Это хуже всего. При этом происходит повышение уровня сахара в крови и повышение уровня инсулина. Поначалу вы ещё можете с этим справляться и не ощущать усталости. Но со временем организм вырабатывает резистентность к инсулину. При инсулинорезистентности клетка начинает отвергать не только инсулин, но и топливо, глюкозу. При инсулинорезистентности вы едите, но топливо в клетке не поступает. То есть клеткам не хватает энергии. А при нехватке энергии вас будет страшно клонить в сон. Вы будете очень уставшим. Это одна из возможных причин усталости. Позже я дам хорошее решение. Но глюкоза и инсулин сами по себе вызывают усталость. Например, если диабетик вколит себе слишком много инсулина, он может вызвать у себя очень сильную психическую усталость. Когда-то существовала инсулиновая шоковая терапия. По-моему, в 20-30-х годах. Пациенту вводили так много инсулина, что он впадал в кому и приходил в себя уже толстым. Таким способом лечили от психических болезней. И это полная дичь, потому что это варварство — вводить человека в кому для лечения душевной болезни. Это бессмысленно. Когда инсулин повышается, он понижает глюкозу в крови и иногда возникает гипогликемия, что тоже может привести к усталости. Дело в том, что происходит в мозге. Это просто издевательство над ЦНС, над мозгом, сахар то высокий, то низкий, и никакого топлива для клеток. Очень неполезно для общей энергии, особенно для умственной. Но удивительно, что люди делают, особенно что я подметил в Европе, в свой обед сразу после еды. Им нужна порция эспрессо, или даже 2-3 порции, и ещё сигарета, чтобы не заснуть после съеденного желата или хлеба, или вина, если они пьют. Ещё одна причина, по которой хочется вздремнуть, это, например, если вы просто переели. При этом происходит вот что. Кровь отливает от головного мозга и приливает к кишечнику. Кровоток в мозге уменьшается, а также стимулируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и пищеварение. И организм готовится вздремнуть, просто потому что много съел. В Штатах так обычно бывает на день благодарения. Слишком много еды, и вас клонит в сон. Добавим ещё один фактор. Допустим, к примеру, что у вас в желудке не хватает кислоты, чтобы переварить эту еду. Это может вызвать усталость, ведь еда не переваривается. Иногда достаточно просто добавить перед едой либо яблочного уксуса пару столовых ложек на стакан воды. Это даст энергию, можете попробовать. Либо ещё лучше принять так называемый бетаиногидрохлорид. Возможно, придётся выпить штук 5-8, запивая водой прямо перед едой. Особенно перед праздничным ужином. Вы обнаружите, что усталости меньше. Улучшится пищеварение, будет меньше вздутия. Хороший показатель низкой кислотности в желудке — это несварение или вздутие после еды. Это может быть кислотный рефлюкс, изжога или герб. Это значит, что вам нужно больше бетаиногидрохлорида и яблочного уксуса. Ещё одна причина усталости — недостаточный ночной сон. Много лет я мучил себя, потому что проводил много исследований и много чем занимался. Я очень рано вставал, когда вёл приём в клинике, чтобы всё успевать. Я вставал в полпятого утра и спал где-то по 6 часов в сутки, чего недостаточно. Из-за этого вы можете чувствовать усталость в середине дня. Как я справлялся, ложился вздремнуть. Но теперь я стараюсь больше спать ночью, чтобы не пришлось спать днём. Недосып может приводить к усталости. У меня есть видео про сон. Парочка очень хороших вышли недавно. Ссылки на них внизу. Посмотрите, если недосыпаете. Потому что достаточный сон может в корне изменить вашу жизнь. И вы сможете поддерживать энергию в течение всего дня, чтобы не приходилось ложиться поспать после обеда или ещё попозже. Допустим, к примеру, сейчас 4 часа дня, и вы устали. Некоторые в это время перекусывают, чтобы получить энергию. Это ошибка. Потому что тогда будет что? У вас повысится инсулин, и часа через полтора вы обнаружите, что устали и хотите спать. Или через полтора часа вы проголодаетесь, потому что сами вызвали прыжки сахара в крови. Эти перекусы убийственны. Что вам делать? Вам надо адаптироваться к кетонам и питать организм кетонами. Эта система топлива гораздо лучше. Не будет голода между приёмами пищи, и перекус не понадобится. Если вам нужен перекус во второй половине дня, значит, вы питаетесь глюкозой, а не кетонами. Есть отличный способ перевести организм на кетоны. Ссылку на него я дам чуть позже. Если вы устали, не пытайтесь взбодриться с помощью еды. Это не лучшая затея. Что же можно сделать? Есть небольшая хитрость. Можно отложить кофе, который вы пьёте по утрам, сдвинуть его на полтора-два часа позже. Это поможет побороть спад энергии после обеда во второй половине дня. Ведь как действует кофеин? Он блокирует вещество под названием аденозин. И благодаря этому вас меньше тянет в сон. Когда аденозин присутствует, он связывается с клетками, что и даёт сонливость. Ночью так и происходит. Если принять антагонист, блокатор аденозина, такой как кофеин, он может снизить сонливость. Так он и работает. А откладывая утренний кофе, вы нейтрализуете послеобеденный спад энергии. И последнее, что вызывает усталость, я имею в виду постоянную усталость, синдром хронической усталости. Это обычно глубинное развитие какого-то вируса. Это какой-то старый вирус, скажем, вирус обштейнобар или что-то такое, что реактивировалось из-за какого-то недавнего стресса. Да, есть много противовирусных препаратов, но самое важное — устранить то, что вызвало тот стресс. Как-то поборите стресс, и это загонит вирус обратно в спячку. И у вас вдруг станет больше энергии. А ещё тут поможет витамин D. Итак, первое. Соблюдайте здоровую версию кетогенной диеты с интервальным голоданием, чтобы адаптироваться к жировому топливу и кетонам. И тогда между приёмами пищи у вас не будет спада энергии, поскольку при питании глюкозой энергия быстро иссякает. А при питании кетонами ваш источник энергии почти не ограничен, ведь это жировое топливо. Итак, первое — войдите в кетоз. Второе — любой ценой наладьте свой сон. Ссылка будет внизу. Третье — отложите утренний кофе на полтора-два часа позже. И последнее — принимайте яблочный уксус или бетаиногидрохлорид прямо перед едой, чтобы было больше кислоты для переваривания белков и прочей пищи, чтобы предотвратить вялость пищеварительной системы. Что ж, я думаю, следующим лучше всего посмотреть вот это видео про сон. Вот оно, посмотрите. Продолжение следует...